Доброе утро! Вопрос о преобразовании относительности электрического и магнитного полей, о преобразовании их от одной системы отчета к другой. И, ну вообще, значит, в части движения частиц в электрическом и магнитных полях в основном мы ограничиваемся только тем, что мы вам рассказали. Хотя, в общем, можно было бы привести больше примеров, в частности, там, рассказать про бета-трон. Но я не хочу перекрываться сильно семинарским курсом. У вас есть задачи на, значит, например, на бета-трон есть задачи в задании. То есть речь идет о том, что при изменении магнитного поля во времени возникающее вихревое электрическое поле можно использовать для разгона частиц. Вот на эту тему у вас есть задачи в задании, поэтому больше я не буду на это тратить время. Но остался вопрос, касающийся движения частиц в полях. Он называется эффект хола. И, в общем, тоже многого здесь вам рассказать не придется, потому что вы будете достаточно подробно заниматься этим на третьем курсе. Многие вопросы, которые там возникают в эффекте хола, их грамотнее понимать именно на третьем курсе. И здесь я просто упомяну, по сути, о чем идет речь. То есть вот в прошлый раз я сказал о том, что на эффект хола можно посмотреть, как на способ объяснения возникновения макроскопической силы, силы ампера, при протекании тока в проводнике. То есть, с одной стороны, магнитное поле действует посредством магнитной части силы лоренца на носителе зарядов. А с другой стороны, вы регистрируете силу, действующую на образец в целом. И, в принципе, возникновение этой силы имеет отношение к эффекту хола. Потому что суть в том, что вот если у вас есть проводник, например, вот проводник какой-то. Ну вот как-то расположены, вот оси координатные. Есть плотность тока в этом проводнике, там, ЖИ. Соответственно, ток этот создается электрическим полем, которое вот таким образом будет направлено. И, например, вот это протекание тока в проводнике происходит при наличии магнитного поля. Пусть оно направлено вот таким образом. Так вот, что происходит. На самом деле, ну, ЖИ у вас с Е связано, понятно, с законом ОМА. То есть, там, проводимость умножить на Е – это плотность тока. Вот. И происходит следующее. То есть, вот здесь важно нарисовать не только носители заряда, то есть, носители тока, электроны. Но и вот как-то условно я изображу узлы кристаллической решетки. Вот это эти замалеванные кружочки – это узлы кристаллической решетки. А есть носители тока. Там маленькие электроны. Ну, я не буду соблюдать масштабы, иначе вы тут ничего не увидите. Вот беленькие, не закрашенные. Соответственно, если, поскольку за направление движения положительного заряда, направление движения положительного заряда у вас условно принимается за направление тока, то это значит, что вот электроны не закрашенные, они протекают вот в эту сторону. И, значит, вот то, что я нарисовал, оно на самом деле так происходит в ситуации, когда у вас поля нет магнитного. А теперь, если вы поле приложили, вот оно вот здесь появилось, я теперь должен буду, ну, стереть вот эти направления скоростей у электронов, потому что теперь на них действует магнитная часть силы Лоренса. И, ну, понятно, здесь из векторных произведений вы поймете, что скорости я должен нарисовать как-то вот так. То есть электроны получают отклонение в сторону нижней грани этого образца по действиям силы Лоренса. Вот это уже в присутствии поля, картинка. И в итоге получается, что вот здесь у вас возникает избыток положительного заряда, недостаток электронов. А вот здесь, наоборот, избыток отрицательного на нижней грани. Ну, и, соответственно, это означает, что у вас возникает поле электрическое, вот таким образом направленное в образце, там назовем его как-то Е, Тау, например, ну, которое в конечном итоге уравновесит действия силы Лоренса. И это означает, что снова мы придем к той картинке, от которой ушли. То есть в конечном итоге уже в установившемся режиме движение электронов будет происходить вот таким образом. Режим этот устанавливается очень быстро. Вот даже в присутствии этого магнитного поля будет уже вот такая картинка. но это будет подразумевать, что все это установилось уже в присутствии электрического поля, причем такого, что вот оно, это поле, существующее в образце, действует на носителе тока с такой же силой, как сила Лоренса. Ну, понятно, здесь заряд электрона, он отрицательный, поэтому на самом деле эта сила направлена вверх, несмотря на то, что поле вниз. Ну, и все это уравновешивается силой Лоренса, и вы приходите к стационарному режиму. Значит, но что это означает? Это означает, что у вас в решетке, вот в этом, значит, во-первых, все это записано в системе координат, связанной с решеткой. То есть мы вчера обсуждали, что поля зависят от выбора системы отчета. Вот здесь имеется в виду, что здесь все в системе координат, связанной с решеткой. И вот в этой системе координат, связанной с решеткой, у вас наблюдается поле, которое в образце электрическое, которое действует не только на носителе тока, но действует еще и на ионы кристаллической решетки. И на них оно действует вниз. И прижимает этот образец к его опоре. Вот возникает макроскопическая сила. Значит, это все можно зарегистрировать экспериментально. То есть понятно, что если вы тут вот возьмете, организуете способ измерения потенциалов на нижней и верхней грани этого образца, то есть вот вот это вот к гальванометру присоедините, то вот вы сможете с помощью этого гальванометра зафиксировать, что действительно у вас потенциал верхней грани, он больше потенциала нижней грани. То есть будет возникать разность потенциалов между гранями этого образца. Да? И вот этот эксперимент Холл проделал в 1879 году. И ну можно написать простые достаточно соотношения. Оно уже практически написано, это соотношение. То есть у вас ну немножко неудачно я здесь сделал. Давайте вот все-таки здесь какой-то Q напишем, а то в одной части Q, а в другой E. Значит, соответственно, для конкретных направлений этих полей и дрейфовых скоростей носителей у вас получается, что QE tau B да что ж такое QE tau равно QV на C B где V это дрейфовая скорость. Ну а поскольку плотность тока связана известным соотношением с концентрацией носителей и дрейфовой скоростью и зарядом носителей, то вы отсюда из комбинации этих двух уравнений получаете выражение для вот этого поля возникающего, действующего на ионы решетки. Ну вот в таком виде. Эту комбинацию ее называют постоянной холла, константой холла. И ну можно значит было бы поговорить о том, что на самом деле знак вот здесь не всегда таков, а он может быть и другим. Но это вопрос сложный. Мы его отнесем к третьему курсу, потому что там для этого уделено время. А здесь я вынужден был бы рассказывать вам о том, что описание движения частиц в присутствии кристаллической решетки это достаточно сложная задача. Потому что кристаллическая решетка она из себя представляет некий периодический потенциал. И на самом деле речь идет о движении этих частиц в периодическом потенциале. И там появляется представление о зонах энергетических. Вы, наверное, слышали о зоне валентной, зоне проводимости, запрещенной зоне. И для описания вот этого протекания заряда в присутствии периодического потенциала используют понятие эффективной массы. Ну я могу обмолвиться, что вот если вы возьмете выражение для кинетической энергии P квадрат на 2M K E кинетическое, давайте назовем, чтобы не путать с полем. Значит, то дважды продифференцировав его, то есть если вы дважды продифференцируете энергию по импульсу, будет вторая производная энергия по импульсам, то вот то, что вы получите, будет перевернутой эффективной массой. Вот здесь обычно пишут M со звездой, с чем вы будете сталкиваться на третьем курсе. И вот эта вот эффективная масса, она эффективная в том смысле, что она учитывает эффекты взаимодействия вот с потенциалом решетки. И там появляется представление, то есть знак, смена знака вот этой константы, но она понятно будет связана со сменой знака превалирующего носителя тока в проводнике. То есть это означает, что если знак изменился, то там минусы сменились на плюсы, и там появляется представление о дырках, о вакансиях для электронов. И они дырки, а масса эффективная есть. Вот. И здесь можно было бы много всего наговорить, но я замечательно помню, как я произнес слово сочетание Базейнштейновский конденсат, и больше про него ничего не говорил, но это у вас уже вызвало некое волнение в рядах. Поэтому я могу сказать последнее, что вот какое-то качественное представление, дырки, они вот, это такая статистика, как вот если, например, сидят у вас зрители в концертном зале, и есть какое-то количество свободных мест, а потом прозвенел звонок на антракт, они все, там кто-то вышел, кто-то остался на месте, а потом уже после возвращения всех в этот концертный зал, народ немножко пересел, то есть какие-то вакансии остались свободными, какие-то вакансии, которые были, оказались заняты, в общем, как-то изменилось распределение людей вот в этом концертном зале, ну и понятно, что, значит, поскольку вакансии вот этих свободных их было гораздо меньше, чем мест занятых, и пересело людей гораздо меньше, чем не пересело, чем тех людей, которые пересели, было меньше, чем тех, которые остались на своих местах, то чем писать, что вот на этом месте как было, вот оно занято этим человеком, так и осталось, на этом как было занято, так и осталось, и прочее, конечно, опишут только перераспределение вот этих дырок, их гораздо меньше, и легче встроится статистика, вот о чем-то вот таком вот там идет речь, но больше я ничего не хочу на эту тему говорить, потому что это материал третьего курса, просто имейте ввиду, что знак здесь может быть другой, что константа Холла, она вот единица на НКУЦ, значит, С электродинамическая постоянная, и все, ну и также имейте ввиду, что почему вот этот эффект Холла, который в общем на втором курсе наверное отчасти повис у вас в воздухе, потому что вот тут все, что мы можем написать, это вот это, базируясь на ваших знаниях, но тем не менее штука очень важная, находящая широчайшее практическое применение, то есть, например, автомобиль современный, он просто напичкан датчиками Холла, там порядка 30 функций в каждом автомобиле выполняют датчики Холла, ну понятно, например, там электрическая система торможения, да, то, что называют антиблокировочной системой АБС во всех современных автомобилях, она работает на сравнении частоты вращения колес, и в случае, когда она регистрирует разность частот вращения колес, при заносе, при проскальзывании какого-то из колес, ну, она включает двигатель, который подкручивает соответствующее колесо и выравнивает курс автомобиля. Так вот, сравнение вот этих вот, например, датчики скорости, это, как правило, Холовские датчики, то есть, есть какие-то постоянные магниты, в которых происходит движение рабочих частей автомобиля, там, как-то они запитаны какими-то токами, и вот, по измерению этих разностей потенциалов, вот, вы можете судить о, соответственно, скорости. В медицине это применяется достаточно широко, например, скажем, метод исследования сосудов, ну, достаточно узкий, наверное, потому что он пригоден тогда, когда есть возможность открытого доступа к сосуду, например, во время операции хирургической. но, тем не менее, смысл состоит в том, что кровь, она содержит какое-то количество заряженных частиц, и поэтому, если сосуд расположен в магнитном поле, можно зарегистрировать холовскую разность потенциалов между стенками этого сосуда, и когда доступ к сосуду есть, ее измерить. эта холовская разность потенциалов, она напрямую будет зависеть вот от Жи, которая зависит от скорости, и вы получите какое-то представление о скорости кровотока в этом месте. Ну, а дальше, вспомнив там первый курс, когда мы с вами учились тому, что в узкой трубе быстрее течет, вот если у вас скорость эта отличается от номинального значения в большую скорость, это значит, что сосуд в этом месте сужен, и его надо расширить, вставить там в него стенд, распорку или каким-то другим способом, ну и так далее. Значит, в общем, вы можете самостоятельно почитать о применениях, их очень много, а мы на этом обсуждение этого эффекта заканчиваем. И приступаем к, ну, по сути, мы начинаем сегодня обсуждение кардинальной, кардинально новой, фундаментальной части курса, то есть мы вплотную уже приблизились к обсуждению вопросов о распространении электромагнитных волн. И вот с определенного момента уже совсем скоро, по сути, все наши лекции будут проходить под эгидой рассмотрения разных вопросов при распространении электромагнитных волн. Это будет спектральный анализ, там сами электромагнитные волны, мы допишем систему уравнений Максвелла и так далее. Но волна электромагнитная это процесс колебательный. И вот сегодня первый раз мы начнем говорить о колебаниях. Мы о них говорили уже на первом курсе и сегодня слишком нового вы не услышите, потому что еще на первом курсе мы говорили вам, что уравнение одно, а описывает процессы самые разные и часто строятся электромеханические аналогии при рассмотрении колебательных процессов. Поэтому то, что мы сегодня будем обсуждать, это в значительной степени вам знакомо пока что. это будет некое напоминание и перевод на электрический язык обозначений. Вот тех механических обозначений, которые у вас были на первом курсе. Но есть существенное все-таки отличие того, что мы будем делать сейчас от того, что мы делали на первом курсе, связанное с тем, что мы обсуждаем именно электрические процессы. Ну, конкретно сегодня мы будем говорить о свободных, то есть без действия вынуждающей силы колебаниях в электрических цепях. Так вот, появляется некое новое условие, которое должно быть обязательно выполнено для того, чтобы все, что мы будем сейчас делать, было правомерно. Вот эти условия называются условиями квазистационарности. то есть имеется в виду, что электродинамическая постоянная С, она вот у вас здесь уже фигурирует все время, вы к ней привыкли, и скорость распространения электромагнитных возмущений, она конечна, это скорость света. Значит, и поэтому на самом деле в разных частях какого-то электрического контура в один и тот же момент времени, даже если этот контур последовательный, токи могут оказываться разными. И вот условия квазистационарности, оно гарантирует, то есть квазистационарным, квази это что означает? Почти, то есть почти стационарный ток. Вот почти стационарный ток это такой, что вы можете гарантировать, что мгновенные значения токов в разных частях схемы у вас оказываются одинаковыми. То есть по сути, если вы записываете правила Киргофа или закон Ома для мгновенных значений токов и напряжений, то это гарантировано условиями квазистационарности. Но значит соответственно когда в чем состоит это условие. Ну понятно если у вас скорость распространения электромагнитных возмущений конечная, то есть какое-то условие квазистационарности. Вот это квази означает почти. Значит то есть то квазистационарной цепь у вас будет тогда когда ну все изменения в цепи они происходят достаточно медленно. То есть это означает что вот вы можете ввести какое-то характерное время которое есть ну длина какая-то характерная цепи вот делить на скорость распространения электромагнитного возмущения. Соответственно вот длина цепи. И вот если вот это время оно много меньше периода возмущений ну периода изменений каких-то правильнее сказать периода изменений в этом контуре вот то вы можете считать токи квазистационарными. Ну означает это следующее вот например если там длина цепи у вас условно говоря 3 метра то время соответствующее у вас получится 10 в минус 8 секунды. Ну и поэтому вы можете понять вплоть до каких частот если вы работаете с переменными токами вы можете считать токи квазистационарными. Ну здесь получится частоты там на уровне 10 в 6 герц. Вот ну то есть имеется ввиду что все-таки символ много больше означает различия по порядкам поэтому там минимум порядок но лучше два порядка поэтому я вот эту оценку сделал исходя из того что я внес два порядка запаса вот хотя здесь конечно 10 в 8 эта цифра диктовала порядок для частоты ну вот вплоть до вот таких частот с запасом в два порядка можно считать токи квазистационарными и вот мы будем предполагать что процессы квазистационарные ну и соответственно можем в контексте этих предположений скажем начать рассмотрение колебательного контура то есть вот скажем первое сегодня давайте вот это назовем первым пунктом сегодняшнего разговора который обосновывает уравнение которое мы будем писать для цепей ну а второе это вот уравнение колебательного контура ну контур колебательный то есть есть емкость вероятно есть какой-то источник который будет у нас иногда синусоидальным в течение будущих лекций он призван компенсировать потери энергетические в этом контуре потому что в любом реальном контуре есть активные амические сопротивления ну и соответственно катушка индуктивности значит вот такая схема скажем если вы считаете что в какой-то момент времени значит если у меня вот этой батарейки нет например да то я просто имею ввиду что у меня каким-то образом эта система была выведена из равновесия в какой-то момент какие какой-то толчок был на нее осуществлен ну например конденсатор был заряжен а потом замкнули ключ и началась его разрядка вот значит и вот в какой-то момент времени в этом переходном процессе у вас есть ток у вас есть заряд на нижней обкладке и вот этот ток здесь работает на увеличение заряда поэтому силу тока я могу записать как плюс деку на дт а не минус деку на дт и дальше ну правила киргофа надо записать здесь наверное нехорошо их называть правилами киргофа потому что нет разветвления в цепи по большому счету это есть просто закон Ома для полной цепи то что тут можно написать ну и будет понятно как он будет выглядеть то есть в контуре у вас есть ЭДС самоиндукции я вынес вот индуктивность этого дросселя электромагнитного за знак производной имея ввиду что она не меняется в этом процессе соответственно есть ИР это Р ДКУ по ДТ есть КУ на С то есть я сложил напряжение на элементах напряжение на катушке это минус ЭДС самоиндукции напряжение на амическом сопротивлении ИР напряжение на конденсаторе все это равно ЭДС вот оно уравнение колебательного контура например если ЭДС у вас постоянно это просто неоднородное уравнение и сейчас я не подразумеваю что здесь есть какие-то синусоидальные зависимости мы сегодня ЭДС будем в основном полагать равный нулю значит ну этому можно придать немножко другой вид то есть разделить там традиционный так же как в механике то есть вы сможете записать значит у вас производная тока это вторая производная заряда поэтому вы сможете записать Q с двумя точками в первом слагаемом разделить все на L соответственно получится у вас у второго слагаемого будет R к L с точкой здесь появится единица на L C Q и вот все это равно ЭДС делить на L ну напоминаю так же как и в механике в целях дальнейших удобств выкладок очень полезно иметь вот здесь двойку поэтому на эту двойку делят и умножают и таким образом вводится вот этот коэффициент R делить на 2L который есть коэффициент затухания потому что используя например механическую аналогию вы понимаете что вот такое уравнение такого плана если вот это я назову омега 0 квадрат оно описывает например пружинный маятник но в присутствии линейно зависящей от скорости силы сопротивления поэтому вот этот бета значит это коэффициент затухания собственная частота контура омега 0 это единица делить на корень из льце собственная частота контура ну вот общее уравнение колебательного контура мы будем к нему все время возвращаться в том числе делая ЭДС синусоидальный зависящий от времени синусоидальный ну а сейчас начнем с простого случая с свободных электрических колебаний свободные электрические колебания что значит свободные это значит что источника нет то есть никаких внешних воздействий на эту систему не осуществляется и ЭДС просто равна нулю ну соответственно здесь тоже есть два случая случай один очень идеализированный это когда активное амическое сопротивление контура нулевое это случай не затухающих колебаний вот они не затухающие ну и соответственно будет и случай два когда колебания затухающие потому что есть амическое сопротивление ну в случае вот не затухающих тут все известно то есть просто нет центрального слагаемого уравнения у вас оказалось Q с двумя точками плюс омега ноль квадрат Q равно нулю мы знаем что его решение это есть гармоническое решение то есть амплитудное максимальное значение величины Q в данном случае заряда конденсатора на косинус омега t плюс фи значит вот весь аргумент косинуса называют фазой и не надо путать его с начальной фазой которая есть фи то есть фи как вы помните она определяется выбором начального момента времени значит а вот фаза понятие более глубокое весь аргумент косинуса пока мы его не обсуждаем соответственно величины вот фи и q они находятся из начальных условий что такое начальные условия давайте вспомним это значит условия задающие значение отклонения колеблющейся величины значение ее скорости в нулевой момент времени ну например при отведении математического маятника из положения равновесия на отклонение его на какой-то угол у вас возникнут колебания с периодом который только конструкции этого маятника определяется но с какой-то амплитудой которая зависит от начального отклонения и кроме того и задав эту амплитуду отклонения в начальный момент вы задав начальные условия в виде отклонения в начальный момент вы получите одно из условий для отыскания амплитуды но вы могли не просто отклонить и отпустить маятник а еще и толкнуть его то есть сообщить скорость грузу это будет второе условие вы должны задать скорость ну например в случае маятника угловую скорость в нулевой момент времени ну одним словом вот это омега она определяется конструкцией системы в данном случае параметрами колебательного контура а q и φ ищутся из начальных условий из значений заряда и его производной то есть тока в нулевой момент времени ну здесь решение известное то есть у вас период в этом случае дается формулой Томпсона потому что угловая или циклическая частота у вас здесь есть корень квадратный вот из этого коэффициента а период это 2π делить на эту частоту поэтому вот для первого случая второй давайте пока обособим значит для первого случая вот тут я напишу период будет 2π делить на омегу то есть 2π корней из льц ну известная формула Томпсона значит если вы отследите напряжение на конденсаторе в этой ситуации вот вот она ку делить на С и одновременно получите выражение для тока продифференцировав это решение у вас получится минус qm на омегу 0 вот тут лучше дописать чтобы было согласие с уравнением на омегу 0 производная косинус это минус синус синус омега 0 т плюс фи то есть отсюда у меня получается минус я могу убрать воспользовавшись формулами приведения то есть косинус омега 0 т плюс фи плюс пи пополам это как раз и есть минус вот этот синус какой вывод отсюда ток опережает ну и я не зря предупредил не путать понятие фазы и начальной фазы именно потому что каждый раз говорить опережает в смысле начальной фазы не очень хорошо ну вот поэтому по всей фазе вот по всей фазе вот эта штука для тока она на пи пополам больше чем для заряда поэтому ток опережает по фазе напряжение в этом контуре на и пополам напряжение на конденсаторе УС вот ну здесь в общем все теперь затухающие колебания когда у вас реальная ситуация есть амическое сопротивление ну как вы помните а здесь то есть если на первом курсе это было неким изыском наверное можно было обходиться без этого то здесь мы все-таки будем вводить комплексные обозначения чтобы вы к ним начали привыкать в дальнейшем они нам будут нужны все больше и больше значит соответственно можно ввести некую комплексно-значенную функцию и искать решение этого уравнения ну в виде этой комплексно-значенщей функции с тем чтобы затем ну просто отбросить мнимые части и оставить только действительные это ну с чем связано то есть вот вы вводите комплексно-значенную функцию комплексно-значная функция давайте ее назовем кус-волной но будем иметь ввиду что взяв от нее вещественную часть я получу мое решение если у меня эта комплексно-значенная функция являлась решением моего уравнения значит какое уравнение кстати Q с двумя точками плюс 2 бета Q с точкой на этот раз плюс омега 0 квадрат Q все это есть 0 свободные затухающие колебания значит почему я могу вот так делать ну потому что главная особенность этого уравнения она в том состоит что оно линейное а это означает что то что если вот у вас есть там вот эта функция она имеет какой-то вот такой вид вещественная часть плюсы умножить на мнимую то вы можете легко убедиться что в силу линейности этого уравнения подставив эту функцию вот в таком виде просто в это уравнение вы увидите что перемешаться друг с другом вот эти мнимые и действительные части никогда не могут поэтому для них все происходит совершенно независимо каждый из них живет согласно этому уравнению своей жизнью и поэтому просто отбросив одно из них ну вы получите то что надо вот выбираете всегда вот это и все поэтому вот это обосновано линейностью уравнения ну а дальше значит если я взял эту комплексно-значенную функцию я могу теперь переписать уравнение поищу решение в виде этой комплексно-значенщей функции перепишу уравнение уже относительно ее ну и конкретно вот это решение Q с волной будем искать в виде ну какая-то амплитуда Q0 умножить на E в степени и омега T и здесь понадобится формула Эйлера которую мы после перерыва обсудим значит итак ищем решение в виде вот комплексно-значенной функции Q0 умножить на E в степени и омега T ну и вот здесь надо вспомнить что существует вот такая формула Эйлера тригонометрическое представление комплексного числа то есть E в степени и φ это есть косинус φ плюс и синус φ ну вот давайте отвлечемся на это и я вам приведу какие-то основания в пользу этой формулы Эйлера почему так делают почему имеет смысл такая замена по сути выведу ее что ли значит суть здесь восходит к тому что у вас есть два уравнения то есть одно уравнение это d2x по dt квадрат есть минус омега квадрат x ну которая имеет известное решение то есть это линейная комбинация синуса и косинуса тем тем кто за ненадобностью уже забыл формулу тригонометрии школьной я напомню что если вы здесь разделите это выражение ну и умножите его чтобы ничего не изменилось на квадратный корень и суммы квадратов коэффициентов c1 и c2 то здесь у вас то что вы получите c1 делить на корень и суммы квадратов и c2 делить на корень и суммы квадратов сумма их квадратов будет давать единицу поэтому вы сможете ввести некоторый угол φ косинус и синус которого равны соответственно вот этим коэффициентам c1 делить на этот корень и c2 на корень и все это преобразуется у вас вот к такому виду синус первого на косинус второго плюс косинус первого на синус второго то есть будет синус омега t плюс φ вот значит поэтому это вот эквивалент одна из эквивалентных записей вот того же самого значит ну а с другой стороны известно что существует уравнение для показательной функции то есть она есть dx по dt значит d2x по dt квадрат а квадрат x вот например вот так его запишем да значит соответственно здесь решением этого уравнения будет комбинация экспонент е в степени а т плюс c там 4 на е в степени минус а т ну а дальше вот идея в том что если у вас вот это уравнение 1 а вот это уравнение 2 то оказывается что уравнение 1 она просто тождественно совпадает с уравнением 2 при а равном и омега вот если вы сюда подставить и омега вы как раз получите после возведения в квадрат минус и омега квадрат поэтому эти два уравнения просто совпадают ну а дальше у вас известно их решение и вы можете подобрать значение этих констанции 11 234 таким образом чтобы при вот этом а когда совпадают уравнения совпадали их решения значит соответственно выглядит это каким образом ну например для того чтобы просто продемонстрировать вот это комплексное соотношение все средства хороши поэтому я поступаю просто вот например я беру вот это уравнение и формулирую для него какие-то начальные условия например пусть это решение должно быть в нуле равно единицы а производная этого решения в нуле должна быть равна нулю понятно отсюда я подберу эти c1 и c2 так что c2 будет 0 а c1 единица то есть у меня получится что решением этого уравнения является косинус омега т а одновременно я могу но эту же самую процедуру выполнить для второго уравнения и потребовав точно таких же начальных условий я там что получу у меня будет значит в нулевой точке c3 плюс c4 должно будет давать единицу а производные в нулевой точке приведут к тому что c3 минус c4 должно будет равняться нулю отсюда видно что эти коэффициенты по 1 2 каждый и у меня получится решение в виде половинка экспоненты степени а т плюс е в степени минус а т а здесь решение вот такое ну и вот эти решения должны совпадать поэтому вот я получил помня что уравнения у меня совпадают тогда когда а равно и омега вот здесь я получил что вот этот косинус омега т это полусумма вот таких мнимых экспонент но дальше я могу выполнить процедуру наоборот то есть я могу потребовать для этих уравнений начальных условий таких чтобы x в нулевой точке был 0 а производная в нулевой точке для каждого решения была единица итак если у меня теперь уже x в нулевой точке 0 а производная в нулевой точке единица но поступая совершенно аналогично я получу что синус омега т это будет единица делить на 2 и полусу полу разности вот этих экспонентов и омега т минус е в степени минус и омега т но отсюда вы видите что и синус омега т плюс косинус омега т но действительно вот приводит к этой формуле эйлера чего мы и хотели показать значит теперь и еще раз напоминаю в силу линейности я всегда мнимые части могу отбросить вот но дальше вот еще решение этого уравнения в таком виде что у меня получится значит будет q 0 значит два раза дифференцирую кус волной вот в этом написанном виде то есть там выпадает и омега два раза от дифференцирования то есть получится и омега квадрат на экспоненту е в степени и омега т плюс 2 бета и при однократном дифференцировании у меня выпадает и омега и е в степени и омега т снова остается ну и плюс омега 0 квадрат здесь ничего дифференцировать уже не нужно просто подставляем функцию вот это 0 экспоненты ушли и вы получили вот такое уравнение минус омега квадрат и квадрат это минус единица q 0 тоже ушел вот минус омега квадрат плюс 2 бета и омега плюс омега 0 квадрат все это равно нулю ну откуда благополучно находите две возможности для большой омеги два решения то есть у вас получится отсюда омега 1 2 это четный коэффициент значит и бета плюс минус квадратный корень из собственной частоты контура в квадрате минус коэффициент затухания в квадрате значит соответственно общее решение этого уравнения это будет линейная комбинация решения отвечающих вот этим двум значениям омеги 1 и омега 2 то есть вы получите что q с волной это есть q 1 0 на е в степени и омега 1 т плюс q 2 0 на е в степени и омега 2 т значит вот это общее решение линейная комбинация частных уравнения содержит две константы поскольку это уравнения второго порядка находите эти константы вы будете вот изначальных условий ну а решение q это я должен буду взять вещественную часть от этого q с волной ну дальше рассматриваем случая разных затуханий ну все таки мало кого наверное интересует систему в которой затухание очень сильно как правило большинстве задач стремятся потери уменьшить поэтому первый случай это случай слабого затухания слабое затухание ну что значит слабое это значит что коэффициент затухания бета у вас маленький поэтому вот в этом выражении у вас омега 0 квадрат минус бета квадрат это величина положительная поэтому я могу просто то есть омега 0 у меня больше бета вот в чем этот случай тогда вот я вот этот корень назову буковкой омега маленькая чтобы вовсе время не переписывать и тогда у меня моя вот эта омега большая она будет записана просто в виде и бета плюс минус омега маленькая омега маленькая это просто действительная величина ну и понятно что решение это общее приводится к виду q с волной это есть q там 1 0 на е в степени и бета т которая там стоит на е в степени и омега малая т плюс q2 0 е в степени и бета т но на экспоненту в степени минус и омега малая т значит соответственно здесь это е в степени и бета и квадрат бета вот здесь я квадрат забыл она там и умножается на вот эту и поэтому в квадрате поэтому на самом деле просто е в степени минус в это ст выносится за скобку а скобки остается линейная комбинация вот этих экспонент вот ну и после этого мне надо просто согласно вот этому алгоритму взять вещественную часть от этого решения и я получу известный известную вещь то есть я могу вот этот q от вот эта запись она очевидно эквивалентно е в степени минус бета т умножить на линейную комбинацию косинуса и синуса вот ну и соответственно ее я без труда как я уже сегодня сказал привожу к виду обычного косинуса омега т плюс фи поделив здесь и умножив на квадратный корень вот из суммы квадратов вот этих двух коэффициентов в итоге у меня будет решение известный вид затухающего гармонического колебания то есть экспонента она определяет уменьшение амплитуды с течением времени а есть условно говоря несущие меняющиеся с частотой омега малая но обращаю ваше внимание или напоминаю по итогам первого курса что это омега малая частота этого решения она в присутствии затухания отличается от собственной частоты этого контура она чуть чуть но меньше чуть чуть при слабом затухании соответственно будет у вас итог поделил и умножил на этот корень квадратный из суммы квадратов коэффициентов вот в итоге умножение он у меня здесь остался е в степени минус бета т осталось а в итоге деления вся эта линейная комбинация синуса и косинуса привелась вот к такому виду ну где феноль штука известная то есть вот эту мы назовем некой амплитудой а феноль это величина там q0 на корень q1 на корень q1 0 на корень и q2 0 на корень это синус и косинус а их отношение это тангенс поэтому получается что тангенс феноль это минус q2 0 на q1 0 значит дальше ну есть случай сильного затухания значит сильное затухание это когда под корнем в омеге большой стоит величина отрицательная то есть омега 0 меньше беты значит ну у вас тогда надо если я хочу вещественную величину ввести то мне надо омегу 0 в квадрате и бета в квадрате местами переставить под корнем вот такую величину вещественную я назову лямбда вот соответственно глядя на вид для вот омеги 1 и омеги 2 вот вот этот я теперь получаю эту омегу 1 и омегу 2 в виде чисто комплексном и вынеслось там за скобку ну и отсюда проистекает итоговое решение значит когда я эти омеги подставляю в общий вид уравнения вот в общий вид решения вот этого вот вот сюда она чисто мнимая и в квадрате уходят получаются две вещественных экспоненты соответственно вот это и есть решение в этом случае q от t это есть е в степени минус бета т на q 1 0 на е в степени лямбда т плюс q 2 0 на е в степени минус лямбда т вот вот значит к слову сказать вот изменение знака вот этого подкоренного выражения но оно происходит в точке где бета равна у вас омега 0 бета это у вас r делить на 2l ну там коэффициент переды был r разделили на l чтобы привести к виду а его положено делать деля и умножая на двойку вот легко вспомнили r на 2l а это единица на корень из lc и вот то сопротивление которое вот такому равенству удовлетворяет оно называется критическим сопротивлением для этого контура вот его критическая величина когда вы переходите от процесса описывающегося гармоническим затухающим колебанием к процессу уже а периодическому вот это называется а периодической разрядкой нет тут периодических функций вот а периодическая разрядка конденсатора значит вот это критическое сопротивление для контура будет два корня из l делить на c ну и собственно последний случай это когда у вас здесь не неравенство работают а просто точное равенство как раз вот при таком соотношении параметров этого контура ну это вырожденное такое решение сейчас я сотру лишнюю доску чтобы она подсыхала значит это вырожденное решение потому что вот эти характеристические омега большая один и омега большая два оказываются одинаковыми решение в общем виде решения и решение будет иметь вид может быть вы вспоминаете это из первого курса когда выносится по-прежнему вот этот множитель е в степени минус бета т но умножается он на линейную функцию значит то есть вот последний режим критический это омега 0 равна бета вот здесь решение я не буду лишних подробностей приводить тем более я уже все стер чтобы доска сохла решение вырождается к виду там е в степени минус гамма т на c1 плюс c2 т вот значит ну принято когда то есть вот затухающее гармоническое колебание свободное ну это что такое вот если вернуться к случаю слабого затухания да критический режим за критическим мы с вами еще будем обсуждать а сегодня мы говорим просто о затухающем гармоническом колебании вот о первом пункте рассмотрения значит ну вот мы получили что у вас заряд зависит от времени ну вот как то вот так то есть есть вот эти образующие вот это образующие это у меня q0 там на е в степени минус бета т а нижняя образующая симметричная это минус q0 на е в степени минус бета т ну и вот идет здесь этот процесс вот вот нужно как то характеризовать этот процесс но в качестве характеристик я напоминаю что есть логарифмический декремент затухания вводят есть характеристика очень важная связанная с потерями энергии в контуре энергетическая по сути характеристика это добротность контура ну и вот значит еще раз вот бета здесь у вас на этой картинке это коэффициент затухания r делить на 2l соответственно это что такое это бета это если я сделаю бета т равным единице то есть у меня прошло такое время тау что бета тау единица то я получу что тау вот это такое характерное время есть единица делить на коэффициент затухания это будет время за которое амплитуда уменьшается в е раз вот это называют временем затухания или релаксации значит ну и вот соответственно как только вы имеете решение в виде вот в том в котором это здесь нарисовано то есть а а т на косинус омега т плюс феноль еще раз напоминаю вот это омега это не омега 0 она при слабом затухании чуть меньше значит а вот это а т это как раз q0 на е в степени минус бета т ну вот глядя на это уравнение вы можете ввести понятие логарифмического декремента затухания логарифмический декремент вот по определению это такая вот величина дельта назовем которая есть логарифм отношения амплитуд двух последовательных амплитуд то есть q n на q n плюс 1 вот это вот по определению логарифмический декремент затухания ну есть любители вот здесь ставить двойку не n плюс 1 а n плюс 2 ну не удивляйтесь если вы это где-то встретите смысл тут не очень глубокий а просто в том что логарифм он же от положительного числа поэтому они берут не значит пропускают вот эту точку где отклонение отрицательное вот а берут вот эту ну и вот там вносят дополнительную единицу но мы будем вот таким образом это характеризовать имея ввиду что это все-таки амплитудные отклонения записывать это как n плюс 1 именно амплитудные положительные отклонения последовательные вот и поэтому мне никакая двойка здесь не понадобится значит соответственно что это такое то есть у меня если в n ты момент времени у меня амплитуда если nt амплитуда соответствует моменту t то она пропорциональна е в степени минус бета t а n плюс 1 но она спустя период поскольку период это время одного колебания поэтому здесь будет е в степени минус бета t умножить на е в степени минус бета период время другое ну эти сократились экспонента перевернулась основное тождество логарифмическая логарифм натуральные экспоненты привел меня к тому что привело меня к тому что логарифмический декремент это бета t ну т это 2п делить на омега все таки да 2п делить на омега косинус у меня здесь стоит и поэтому период функции косинус омега t он от периода функции косинус t в омега раз отличается поэтому 2п делить на омега ну и вот на бета ну вот одно из таких соотношений qn и qn плюс 1 я еще раз подчеркиваю я вот здесь да еще кстати ребят я как бы так легко это проскочил но все таки мы с вами все время находились в системе Sgse а в системе Sgse вот основное уравнение колебательного контура выглядит по другому значит вот здесь давайте напишем замечание его там можно где-то пораньше вставить вот тогда когда я в первый раз написал уравнение колебательного контура вот там допишите такую штуку вот если бы я записал это в Sgse для случая когда у меня нет никаких ЭДС то у меня уравнение вот такой вид имело бы ну там помните в магнитном потоке там же С внизу стоит поэтому вот будет она получаться и оно очень плохое значит почему оно плохое это совершенно очевидно потому что есть две буквы С одна буква С вот здесь она обозначает емкость а вторая буква С обозначает электродинамическую постоянную будем ее пока так называть ну человек существо сильное логически цельное эмоционально цельное но как правило замотанное и уставшее вот поэтому однозначно он же когда-то перепутает их начнет с какого-то места путать поэтому ну есть вот например если вы будете читать там скажем Берклеевский курс физики там вообще введено просто Парселовское обозначение он по-моему я не гарантирую что так но по-моему он просто вот это все называет новой индуктивностью для того чтобы здесь вот эту скорость света убрать и у него одни емкости были но мы так делать не будем и вот конкретно вот этот раздел я записал в С для того чтобы у меня не было двух букв С значит поэтому вот тут можете там вставить на полях почему в С вдруг ну вот ответ потому что две С в СГС в гауссовой вот значит дальше если у меня затухание слабенькое то я могу с частотой в этого затухающего колебания легко разобраться ну а конкретно посчитаю колебания настолько слабеньким чтобы его омегу можно было считать омегой ноль то есть вот для совсем слабого затухания тогда когда бета аж много меньше омеги ноль я омегу затухающего колебания посчитаю равный просто омеги ноль единицей на корень из эльце то есть ну бета у меня р на а2 или я сразу же этот логарифмический декремент затухания смогу переписать вот в таком виде ну бета р делить на а2 или это единица на корень из эльце поэтому подставив получу для него выражение для слабого затухания пи р корней из эльце делить на эль вот в этих формулах у меня все по-человечески у меня эры в омах эльце в фарадах эльф генри потому что здесь все в си вот ну это спорный вопрос по-человечески ли мы скажем так привычнее для тех кто очень привык к системе си до сих пор не привык гауссу значит смысл этого коэффициента в чем этого коэффициента декремического затухания ну понятно что период это время одного колебания так вот за время тау которая есть единицы делить на коэффициент затухания этот осциллятор контур совершит тау делить на т колебаний ну период может быть меньше секунды разделив одну секунду на период получаю число колебаний в единицу времени умножаю на тау получаю число колебаний за тау поэтому вот за такую тау будет вот столько колебаний ну и соответственно значит это же есть единица на бета т бета период ну а то что бета период это логарифмический декремент затухания мы показали поэтому это есть единица на дельта то есть он есть обратное число колебаний за которое амплитуда падает в е раз в общем достаточно удобная характеристика потому что одновременно вводят добротность значит добротность ну вот в общем я могу ее даже по определению ввести как пи умножить на н ну использую здесь все соотношения как пи омега делить на 2 бета значит то есть эта добротность она будет просто пи делить на дельта или для дельты я для слабого затухания выражение получил вот оно поэтому получится единица на r корней из l делить на c значит ну вот в электрических курсах часто принято стартовать вот от этого определения а потом показывать энергетический смысл добротности ну чтобы успеть показать эксперимент ну хотя чего там вот у вас есть потери энергии в контуре то есть это означает что вот энергия запасенная в контуре ли квадрат пополам плюс q квадрат на 2c она в момент времени t больше чем в момент времени t плюс период значит соответственно ну амплитуды у меня тока и заряда эти все и квадрат и q квадрат пропорциональный так вот и и q у меня за период меняются в е в степени минус бета период раз а они в квадратах меняются в квадрат этой величины я в степени минус 2 бета т поэтому я тут могу легко дописать что это есть единица минус е в степени минус 2 бета на период на энергию в момент t и разложить здесь экспоненту в ряд когда у меня затухание слабое тогда у меня бета т много меньше единицы и вот когда в ряд разложу у меня там получится ну единица минус 2 бета т и минус уйдет то есть просто 2 бета т на запас энергии контура в момент времени т ну и таким образом у меня запас к потерям энергии за период это получается величина вот единица делить на 2 бета т соответственно тут единица на 2 бета а т это 2 пина омега и вот выделив вот эту омега на 2 бета вот здесь значит я получу соответственно q на 2 пи то есть связь будет значит какая у меня по сути вот эта добротность это есть величина пи на n вот и это есть отношение запас значит отношение запаса энергии контура к потерям этой энергии за 1 радиан поскольку здесь появляется это 2 пи но это вы все более менее видели раньше давайте посмотрим эксперимент то есть есть колебательный контур в котором сначала нам продемонстрируют ну просто эти затухающие колебания здесь снимают напряжение с амического активного сопротивления ну и вот где указка то он она указка например вы глядя вот на этот график можете легко оценить добротность этого контура ну если где тут то есть надо понять где у вас амплитуда упала примерно в е раз ну не знаю где-нибудь вот на этом уровне да сравнение с исходной ну и считаете число этих колебаний раз два три четыре пять шесть ну штук семь примерно ну может быть шесть да ну и соответственно шесть это число колебаний за которое амплитуда упала в е раз вы умножаете просто на пи ну получается никто там за копейками не гоняется величина такая полукачественная по порядку величины где-то два десятка да добротность то есть контур этот не особо шикарный вот и я не исключаю что это вообще стоит самое маленькое сопротивление да сейчас вот но вот можно это сопротивление увеличить но этим вы добротность не увеличите а только уже уменьшите вот и ну видно она уменьшается добротность число колебаний в единицу за которое амплитуда падает в е раз становится колоссально маленьким ну ограничены возможности по выбору сопротивления понятно чем катушка этот дроссель электромагнитный он реальный он имеет сопротивление вот и поэтому вот то что вам сейчас показывают это при наименьших амических сопротивлениях но и при его амическом сопротивлении тоже вот улучшить можно вот вам немножко улучшили ну вот буквально можно запихнуть туда сердечник и вы увидите что характеристики контура меняются потому что здесь зависимость отель вот тут сидит ну и все на этом спасибо вам за внимание а 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